Уникальность Маковского Академизм. Его жанровые картины с детальным воспроизведением древнерусского быта иностранцы воспринимали как экзотику, охотно раскупали. Поэтому неудивительно, что сегодня большое количество работ этого живописца находится за пределами России. Небывалая реалистичность на полотнах Маковского появлялась неспроста. Художник был страстным коллекционером старинных произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Все эти удивительные предметы затем использовались им для достоверной передачи обстановки на картинах, посвященных жизни русских бояр XVII века. На полотне под венец Маковский обратился к вечной теме – подготовке девушки к замужеству, в частности к традиционному для того времени обряду – расчесыванию волос. Дело в том, что в допетровскую эпоху все незамужние барышни заплетали одну косу, а под венец шли уже с думя, волосы укладывались на висках, затем поверх прически надевался особый головной убор – повойник. Невеста – единственная женщина, изображенная с непокрытой головой. Она облачена в платье из блестящей ткани, которая отражает свет и придает наряду жемчужный оттенок. Художник изображает представленную сцену в несколько романтическом свете – торжественно и светло. В подробной прорисовке богато украшенных вышивкой и жемчугом одежд сказывается увлечение древнерусскими костюмами княжеской эпохи. Необычайно мастерски проработана и многофигурная композиция. Все персонажи находятся в движении. Нет ни одной статичной фигуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова